Работа.ру Портал для точного и быстрого поиска работы и персонала Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Работа мечты». Её ведущие Денис Подзоров и Татьяна Зайцева. Здравствуйте, друзья! А в гостях у нас сегодня Анна Ефремова, директор по работе с персоналом компании «Альфа Страхование». Анна, здравствуйте! 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 Скажите, Анна, в последнее время очень популярна тема с брендом работодателя. Какие шаги предпринимаются компанией вашей для того, чтобы донести до всего рынка, донести до соискателей, да и до тех сотрудников, которые работают в компании, о том, что именно «Альфа Страхование» является наиболее интересным и хорошим работодателем? Денис, вы совершенно правы. Для нас это вообще очень актуальная тема, потому что всё, что у нас есть в нашей компании – это люди. Да, у нас нет ни заводов, ни пароходов, ни нефтяных вышек. Не купили ещё? Нет, пока. Не совсем наш бизнес. Но у нас есть люди, да, это наш основной капитал. Да, это наш основной ресурс. И поэтому бренд работодателя для нас исключительно важен. Я искренне считаю, что наиболее важный вклад в бренд работодателя привносит именно мнение наших сотрудников. Не просто лозунги, которые произносятся, там, не знаю, менеджерами компании или пишутся в газетах, а именно то, что думают наши сотрудники, то, что думает наш рынок. И поэтому, конечно же, основные все действия мы направляем на заботу о них, на работу с ними. За последнее время мы сосредоточили своё внимание, прежде всего, на региональных наших филиалах, потому что компания, мы федеральный страховщик, да, мы присутствуем в более чем 90 городах России, и, конечно же, региональный подбор, здесь нет никаких секретов, он очень непростой. В Москве-то непросто людей найти профессионально. Вот именно об этом мы хотели поговорить. Поподробнее. Да, очень поподробнее. Вот смотрите, насколько я понимаю, успехи, которые Альфа Страхование добилось в Москве, это результат некой команды. То есть тех людей, которые определяют HR-политику и определяют те ценности и компетенции, которыми должны обладать ваши сотрудники. Как вы решаете эту проблему в регионах? Ну, я бы, конечно, сказала, что в Москве это не только усилие HR-команды, да, безусловно, это весь менеджмент, это генеральный директор, это правление, это те сотрудники, которые работают под ним. Конечно. Супер. Это наша командная работа, потому что, как известно, люди приходят в компанию, и уходят от руководителя, да. Вот, поэтому от того, какой руководитель, в общем-то, очень многое... Про это будет следующий вопрос. Очень многое зависит. А в регионах у нас существует такая ситуация, у нас порядка 90 филиалов, безусловно, из штаб-квартиры руководить 90 филиалами не очень эффективно, поэтому у нас есть управленческий такой уровень, средний, да, управленческий. Это региональные центры, в которых, ну, фактически, сосредоточены профессионалы очень высокого уровня, которые вот уже занимаются, да, соответствующим подбором и обучением, и развитием персонала филиалов. Вот. Я сейчас говорю, скорее, не об HR-ах, а еще раз о руководителях, да, потому что это наши совместные деятельности. Я вот всегда настаиваю на том, что HR без поддержки менеджмента, в общем-то, ну, наверное, ничего не сделает, да, поэтому это исключительно совместная работа. Вот. У нас на уровне региональных центров работают тоже очень-очень интересные и очень сильные профессионалы, которые, собственно, нам и обеспечивают вот хорошую команду. Вообще, я хочу сказать, что, наверное, может быть, так немножко прозвучит, как... Не стесняйтесь. Хвалитесь, хвалитесь. Я похвалюсь, да. Мы действительно гордимся нашей командой и считаем, что она сильнейшая на страховом рынке. Здорово. То есть, получается, что в Москве есть некий центр, есть некий мозг, есть некие лидеры, которые выезжают в регионы и там пытаются наловить работу таким образом, чтобы любой региональный филиал из всех 90, которые у вас существуют, полностью соответствовал тем требованиям, которые предъявляются руководством компании. И так, и не совсем так, потому что как раз для мобильности принятия решений, для того, чтобы вся эта структура разветвленная управлялась эффективнее, вот как раз существуют наши региональные центры, у которых достаточно серьезные полномочия и по принятию решений, и по ответственности за бизнес. Ну, то есть, в общем, как раз мы многое делегируем вот на уровень низ. То есть, у нас просто выстроена эффективная там трехуровневая структура, да, которая каждая на своем уровне обладает определенными полномочиями и ответственностью, соответственно. А скажите, а вот те люди, которые работают в этих региональных центрах, у них есть шансы вырасти? Есть шансы попасть вот в ту самую команду? И стать президентом. Президентом можно стать? Президент у нас один, вот, и мы очень сильно надеемся, что он всегда будет с нами, а также, как и генеральный директор, у нас есть генеральный директор, у нас есть президент. Вот, соответственно, вы знаете, у нас есть даже несколько конкретных примеров, очень таких отрадных. Мы вообще за ротацию внутреннюю, да, потому что мы считаем, что мы воспитываем ту корпоративную культуру, которая вот действительно позволяет людям вырасти, да, и быть эффективными именно в нашей компании. Могу привести прямо вот несколько примеров. Значит, вот, например, если взять правление, то, сейчас скажу, ну вот сразу мне приходят три человека в голову с разной совершенно историей карьерного роста, но, тем не менее, вот они втроем выросли изнутри компании. Значит, расскажу, наверное, о таком самом интересном примере, потому что он еще из географической ротации. Вот, там, Дмитрий, он заместитель по корпоративному страхованию, заместитель генерального директора по корпоративному страхованию. Он сначала возглавлял один из департаментов продаж внутри штаб-квартиры, да, то есть в Москве. Далее он переехал и возглавлял Уральский региональный центр из Москвы, да, туда, то есть здесь он возглавлял компактный отдел продаж, ну, грубо говоря, департамент продаж, да, в нашей терминологии. Дальше он переехал в Екатеринбург, и там возглавлял Уральский региональный центр, который состоит уже из, если я не ошибаюсь, восьми филиалов крупных, да, вот, и это уже порядка 400 человек в подчинении. И, соответственно, дальше вот он вернулся обратно в Москву уже со следующим повышением, и теперь он возглавляет весь корпоративный бизнес и входит в состав правления. Вот такая вот... Отличная карьерная история. Слушай, то есть получается, что как таковой текучки у вас нет. То есть если человек не боится того, что его отправили в ссылку на Урал, он понимает, что он там вырастет, и у него появляются шансы вернуться в Москву на гораздо более серьезную должность. Примеры доказывают именно такие истории, да. Слушайте, скажите, а вот помимо возможности роста, каким образом вы еще мотивируете этих сотрудников, которые работают? Ведь деньги, это, конечно, здорово, безусловно, там существует наверняка какая-то бонусная система, но есть какие-то элементы нематериальной мотивации? Вот что вы используете для того, чтобы люди действительно работали у вас долго и не боялись ссылок? Хороший вопрос. Действительно, мы довольно много времени уделили разработке именно материальной системы мотивации, да, потому как, в общем-то, эффективные продавцы должны зарабатывать хорошо, да, для того, ну, собственно, это их основной мотиватор. Вот, но, безусловно, одними деньгами сыт не будешь, и, в общем-то, тут, как это непарадоксально звучит, да, как это непарадоксально звучит, поэтому, в общем-то, у нас достаточно много интересных идей на тему нематериальной мотивации, и, опять же, ну, могу привести конкретный пример, просто сразу скажу, что от региона зависит, и, в общем-то, мы даем тут свободу действий, да, потому что специфика региональная в России, она, в общем, накладывает свой отпечаток, и, в общем, там фантазия у нас очень бурно развита именно на региональном уровне. А, значит, ну, там, помимо каких-то стандартных командообразующих действий, которые, наверное, все используют, я могу привести в пример такую тоже интересную историю, которую мы придумали в последний, вот, наверное, год мы ее используем. У нас есть определенный конкурс среди руководителей среднего звена, и, в общем-то, по итогам этого конкурса можно выиграть ланч с генеральным директором, собственно, дойти вот до первого лица со своими... Интервью со звездой практически. Да, практически так, да, дойти вот до первого лица и побеседовать с ним в неформальной обстановке, донести до него, собственно, свои какие-то идеи, мысли, рассказать вот о том, как происходит все это. Хороший шанс еще продвинуться по колебной лестнице. Абсолютно. А, теперь я понял, почему люди так не реагируют. Ланч, это здорово. А какие-то, не знаю, там, да, вот сейчас очень модная тема с вывозом людей за границу, там, за какие-то победы. Сейчас очень часто люди устраивают какие-то совместные корпоративные походы, там, в театр, там, я не знаю, там, я знаю, что есть программы, где сотрудников объединяют по их хобби, по их интересам. Что-то подобное делаете? Да, безусловно, но просто поймите, когда в компании пять с половиной тысяч человек, говорить о каких-то единых вот таких вот стандартах для всех, да, сложно. Поэтому вот я и говорю, что мы используем действительно в том числе и походы в театр, и какие-то выезды, там, за рамки нашей страны. И наоборот, внутри страны мы ездим между филиалами, потому что в нашей России можно прекрасно посмотреть города и очень интересные места, да, там, вот мы как-то на Дальний Восток выезжали, вот на Байкал в этом году собираемся, да, там такой вот. То есть у нас вообще принято, что все правление минимум три раза в год приезжает, ну, вот в какой-то регион, да, то есть вот три выезда. Да, мы вот прям команда топ-менеджеров, такой вот организованная команда, да, организованный выезд в конкретный регион. Вот как минимум три региона мы посещаем, три региональных центра за год мы посещаем, да. Люди не пугаются от такого количества звезд, которые приезжают? Вы знаете, наоборот, это возможность вот здесь и сейчас поговорить о насущных проблемах. У нас очень демократичный стиль общения внутри компании, вот, у нас принцип открытых дверей, мы, в общем, как раз пытаемся и стремимся, и действительно ближе к народу, мы, в общем, это и вот действиями своими доказываем, да, поэтому наоборот, наоборот, люди очень ждут нас, и вот примерно раз в два года мы каждый региональный центр посещаем таким образом. То есть получается у вас некий такой интерактив с собственными сотрудниками? Абсолютно, мы устраиваем, то есть помимо, ну, у нас там есть определенная запланированная программа, там, да, обязательно, но помимо этого мы устраиваем круглые столы, где люди задают вопросы вот насущные именно первым лицам нашей компании, и, в общем-то, там могут приняться и решения, да, то есть это не просто там спросил, ответил, да, тут могут быть приняты какие-то решения очень быстро, и это правда эффективно, это правда работает. Слушайте, очень здорово. Давайте вот о примере такого, такой реакции вот этой самой команды на вопросы ваших сотрудников вы расскажете после небольшой паузы, а сейчас у нас реклама. Работа.ру Портал для точного и быстрого поиска работы и персонала. И снова здравствуйте. В эфире программа «Работа мечты» и ее ведущие Денис Подзоров и Татьяна Зайцева. Здравствуйте, друзья. В гостях у нас Анна Ефремова, директор по работе с персоналом компании «Альфа-страхование». Анна, здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Мы до паузы говорили об интерактиве, который существует в компании. Да, и у меня возникла интересная идея. А есть ли у вас среди сотрудников какой-то конкурс идей, когда самая лучшая идея или как-то награждается, или, наверное, лучшей наградой является ее реализация? Спасибо за вопрос. На самом деле вы прям попали в точку. У нас была очень интересная активность, назовем это так и на эту тему. Мы собирали идеи, ну, то есть фактически со всех желающих сотрудников, то есть был объявлен некий конкурс идей. Мы собрали порядка двух тысяч идей. Две тысячи идей? Значит, что у вас каждый второй сотрудник предложил какую-то идею? Да. Отлично. Где вы берете таких людей? Причем, причем эти идеи мы после этого отбирали по определенным критериям, да, выбрали лучшие, порядка двухсот у нас получилось вот этих лучших идей. Ну, на самом деле, какие-то идеи, ну, понятное дело, там, про одно были, да, там, в одном направлении какие-то мы объединили. Ну, вот получилось порядка двухсот идей. И дальше уже в режиме корпоративного мероприятия, это была конференция наша ежегодная, мы объединили людей в команды, в которых они на основании этих идей добавляют что-то свое, мы рассказали им об опыте, лучшем опыте наших филиалов, устами самих из директоров филиалов. В общем-то, вот на основании всей этой информации команды должны были выработать проекты, у которых у нас получилось 16 проектов, которые, соответственно, коллеги вот представили на обсуждение. Все эти проекты были рассмотрены на направлении, и вот на нашем маркетинговом комитете. И две идеи, вот они получили свою жизнь прямо в продуктах, которые вот сейчас вот существуют в компании. Можно рассказать, какие две? Да, вот про одну вообще прям могу рассказать, потому что она вот... Самая любимая, наверное. Нет, она понятна, я надеюсь, для потребителя, потому что вы можете ее действительно увидеть прямо даже в магазинах. Вот, это коробочный продукт имущественный, который, собственно, вот продается там в салонах с флотовой связи, в связном, там, в Евросети, в Перекрестке, да, то есть это вот коробка, это инновация на рынке страхования, потому что обычно такого не бывает. Вы должны обязательно прийти в офис, там что-то застраховать, а здесь вы можете вот свое имущество застраховать, да, вот, вот, собственно, как вот, не знаю, пакет молока. Здорово. А теперь главный вопрос. А что случилось с теми людьми, которые это придумали? Да, да, да. Вы знаете, значит, у них... Вице-президент, медали... Нет, там были, безусловно, ценные призы вот для этих людей, они защищали свои идеи прямо вот направление у нас это тоже они приехали и, собственно, докладывали вот и на вот этом маркетинговом комитете, поэтому, да, они получили заслуженное внимание и поощрение. Отлично, здорово. А вы говорили о том, что у вас проходит ежегодная конференция. Конференция, да. А можете рассказать, вот, как вы дошли до того, что вообще она вам нужна и какие решения на ней принимаются, каким образом люди ее воспринимают? Да, это знаковое для нашей компании мероприятие, оно проводится раз в год, как следует из его названия, да, вот. Вот, и почему мы ее, собственно, придумали? В этом году она уже будет восьмая ежегодная конференция, то есть вот восемь лет мы проводим. Опять же, территориальная распределенность и, в общем-то, это вот возможность, мы собираем порядка двухсот человек, это все управленческое звено нашей компании. То есть это и директора филиалов, и директора региональных центров, и директора департаментов штаб-квартиры, и правления, то есть все вместе. Вот. А основные ее цели, у нас она обычно двухдневная, первый день, это у нас какая-то такая вот активность на тему выбранную, актуальную для нашей компании в данный момент. А второй, это взаимные доклады руководства и, собственно, региональных центров перед бюджетной компанией, это стратегические ориентиры и, в общем, такие уже более понятные, конкретные вещи финансовые, да, стратегические. Самое главное, перед бюджетной компанией защитить свои, да? Да, мы обмениваем все информацию, просто говорим о том, какие стратегические цели перед компанией стоят, чтобы вот люди были все в одном едином понимании того, куда мы движемся. Это важно очень с точки зрения, да, коммуникации просто даже. Анна, вы говорили о команде, о той команде, которая создала эту компанию, о той команде, которая, в общем-то, занимается ее развитием, делает так, чтобы компания действительно становилась одним из лидеров. Вот очень интересно, каким образом она формировалась? Ведь вряд ли вы набрали с рынка каких-то людей, объединили их вместе, дали им какие-то цели, и они решили, что они команда. Кто-то пришел с рынка, и это нормально, да, потому что, в общем-то, свежая кровь, свежий воздух, он всегда нужен. То есть все-таки вы не всех вырастили? Нет, не всех вырастили. Когда-то вот пришел наш генеральный директор, который, собственно, и сформировал ту команду, которая сейчас составляет наше правление. Вот. И там, конечно, люди из очень и разных даже отраслей и областей и выросшие внутри. То есть у нас вот примерно, наверное, так пополам делится правление, которое выросло изнутри, и которые вот люди пришли с рынка. Из другой. То есть кто-то даже сменил полностью, получая свою профессию, пришел из страхования к вам. Да, совершенно верно. Такие примеры у нас тоже есть. А из каких областей они в вами прийти? FMCG, например, вот у нас прям такой классический пример из финансового сектора. Да, то есть на самом деле страхование, вы знаете, с одной стороны, безусловно, есть специфика, продукт очень непростой, услуга очень непростая, много нюансов. Особенно у нас. Особенно у нас, да, да, да. Недалежным отношением. Да, да, восприятие еще, к сожалению, именно услуги страхования еще, наверное, не настолько привычно, наверное, как должно быть. Да, но зато потенциал огромный у этого рынка. Это очень радо. И поэтому именно страховой рынок сейчас очень бурно развивается. Вот. И даже там, допустим, период кризиса, в общем-то, нам не помешал и никуда не откинул. В общем, мы его почти прошли так, не заметив, потому что, правда, это развивающаяся отрасль, и я считаю, что очень большое будущее у нее. Потому что как раз мало еще кто воспринимает страхование действительно всерьез, даже с точки зрения физических лиц. поэтому действительно из разных отраслей, хотя, конечно, есть профессии, которые должны вырасти в страховании, например, там, андерайтинг, есть такое слово, страховое. Что это, что это? Я тоже не знаю, что это означает. Скажите. Это вот люди, которые, ну, так, на бытовом уровне, да, формируют тарифы. Они рассчитывают, да, страхование, это же такая вероятность. Они создают те продукты, которые вы продаете. Они создают продукты, да, они создают вот эту вот услугу. Они рассчитывают, чтобы правильно, собственно, вся вот эта экономика работала. Мне кажется, это самая сложная задача, по-моему. Ну, в общем, да. В общем, да. И вот, конечно, это должны быть страховщики, да, потому что тут нужно знание очень специфических инструментов, вот. И здесь, конечно, это опыт страховой, вот. А как раз, например, в области продаж тут, в общем, главное, чтобы ты был хорошим продавцом, наверное. Клабами не общаться. Ну, в общем, да. Скажите, а вот все у вас так хорошо? У вас суперкоманда, которая работает, и, насколько я понимаю, не меняется? То есть люди работают по многу лет. А как вы боретесь с вашими конкурентами, которые пытаются у вас утащить каких-нибудь ваших сотрудников? Переманить сладкие кадры там. Да. Ведь людей на рынке нет, все жалуются, что работать некому, что действительно испытывают некий дефицит и пытаются у кого-нибудь утащить. Стянуть. Ну, да. В общем-то, вот как только мы пошли... Вот вам поступали предложения о смене работы? Вы знаете, регулярно. Вот. И, в общем, я думаю, что компания, которая настолько заметна на рынке, и, в общем-то, известно как именно хороший работодатель, ну, это нормально, да. То есть в этом есть свои плюсы, есть свои минусы, да. То есть сильный бренд работодателя, он, с одной стороны, помогает привлекать сотрудников, но точно так же тоже и служит лакомым кусочком для действительно конкурентов. Вот. Вы знаете, я считаю, что основной наш такой аргумент в пользу того, что нам нужно работать нашим сотрудникам в нашей компании, это наша такая очень сильная корпоративная культура. Вот. Ну, я часто слышу, есть там наши люди, не наши. Вот вы знаете, я в это действительно очень верю. И верю в то, что люди, которые являются единомышленниками, являются, собственно, приверженцами вот наших, да, идей там, нашей корпоративной культуры, они, в общем-то, остаются с нами. А вот расскажите два вопроса. Во-первых, как вы их определяете, что это действительно ваши люди? А второй вопрос – это какие ценности, какими компетенциями должны обладать вот эти люди, чтобы вы действительно смогли определить, что они ваши? Вы знаете, это действительно очень непросто. И, в общем-то, здесь, наверное, тоже не открою никакой тайны. В общем-то, мы смотрим глобально на две вещи. Это профессионализм, без которого никуда не деться, да, и это какие-то личностные качества, которые, как вы правильно сказали, совпадают с ценностями нашей компании. И, в общем-то, эти ценности, прежде всего, наверное, как ни странно, общечеловеческие или, наоборот, как, в общем, логично. А какие? Какие, например, важны? Вы знаете, вот если говорить про ценности нашей компании, то ценностей пять мы их разработали, вот, там, какое-то количество лет назад. Сейчас уже даже, наверное, не скажу, потому что это прямо давно было. Значит, перечислю, да? Да. Мы уже записывали. Ну-ка, ну-ка. Нам нравится быть лидерами, эффективные сотрудники, команда делает нас сильнее, мы работаем, пока мы нужны клиенту. И пятое – инновации. Где вы берете людей? Таких ценных кадров. Действительно, я согласен с тем, что общечеловеческие ценности, которые вы перечислили, вот эти, да, может быть, это именно то, что определяет ваш успех, то, что определяет вашу компанию. Но где? На рынке. На самом деле, вы знаете, мы очень верим в то, что если человек потенциально наш, да, то, в общем-то, это все воспитывается, погружается вот в нашу корпоративную культуру. И мы вот именно ровно поэтому очень верим во внутреннее продвижение сотрудников, да, потому что действительно найти вот людей, разделяющих ценности, не так просто. И когда мы их находим, вот, и люди показывают хорошие профессиональные успехи, конечно, мы заботимся в их карьере. Но, тем не менее, мы работаем очень много с рынком, вот. Существуют самые разные инструменты определения, соответствия, в общем-то, нашим... Поделитесь секретикам. И ценностям тоже. Да, вы знаете, это, я думаю, что интервью, вот, которое мы проводим, да, личные беседы – это в основном наш инструмент. Мы проводим многоступенчатое интервью, то есть мы вовлекаем, мы действительно очень так тщательно отбираем тот персонал, который попадает к нам в компанию. Ух, даже страшно становится. Нет, почему? Наоборот, вы знаете, мне кажется, это такой взаимный диалог, потому что я считаю, что и сотрудники, которые приходят в нашу компанию, они должны понимать, какой менеджер будет с ним работать, какие менеджеры, да, потому что, еще раз, у нас вот многоступенчатое вот это интервью. Вот, это позволяет лучше понять компанию, задать какие-то вопросы, увидеть этих людей, с которыми приходится работать потом, да. Вот, потому что мы на работе проводим, ну, большую часть нашей жизни, да, и, в общем-то, очень важно, кто нас окружает. Поэтому я считаю, что это такой взаимный диалог. Спасибо большое, Анна. Было очень интересно, но, к сожалению, наша программа заканчивается. В эфире была программа «Работа мечты». Ее ведущий Денис Подзоров, Татьяна Зайцева. А в гостях у нас сегодня была Анна Ефремова, директор по работе с персоналом компании «Альфа Страхование». До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин